Болельщиков на хоккей в этом сезоне по известным причинам было не так много, как хотелось бы. А мы сейчас покажем документальный фильм из 80-х, где ЛДС Сибирь заполнен, причем не на хоккее, а на баскетболе, на матчах новосибирского «Динамо». Повод, правда, вспомнить об этой прекрасной команде грустный. На неделе в четверг ушел из жизни ее тренер Леонид Ичменев. Ему было 83 года. Новосибирское «Динамо» Леонид Александрович тренировал 28 лет с 1976 года по 2004. В киножурнале «Сибирь» на экране показано «Динамо» образца 1985 года. Решающий матч, поражение от ЦСКА, второе место, игроки расстроены, но они еще не знают, что это только начало звездного пути. Впереди будут три подряд победы в чемпионате СССР и выигрыш в престижном Еврокубке Лилианы Ранкетти. А со сборной страны Леонид Ичменев завоюет серебро чемпионата мира, золото чемпионата Европы и бронзу Олимпиады. Это было золотое время новосибирского баскетбола и знаменитого сибирского тренера. Смотрите прямо сейчас, а мы встретимся через неделю. До свидания. Новосибирск! Такой ажиотаж у Дворца спорта в Новосибирске увидишь не часто, а вызвал его ни хоккей, ни эстрада. Баскетбол. Суперфинал чемпионата страны. Вы болеете за экспериментами? Ой, что вы! Как это может быть все равно? Это не то слово! Конечно, вы что! Я, например, я маяк включаю, вот в 3.20 ночи это все, я включила, ага, передают репортаж, все, я кричу. Вот потому что же... Ты что? Я говорю, наши выиграли! Выиграли наши! Болела не только мама Лены Худашовой. Мы все болели, как никогда. Ведь впервые наши динамовки замахнулись на золотые медали. Это стало сюрпризом сезона. Кто станет чемпионом? Сибирячки или московский клуб ЦСКА? Молодость или опыт? Новобранец сборной СССР, новосибирская динамовка Ирина Минх. А начиналась ее спортивная жизнь так. И вот я каждый день с 6 до 8 приходила и одна занималась. Ну, я себе устраивала, у меня был выходной, кажется, на неделе один. И вот в воскресенье не тренировалась. Я говорю, ну, надо же, ты охотно тебе одна приходишь. Да, без тренера занималась. Я говорю, надо же, все-таки вот, у тебя вот есть цель в жизни. Здесь, конечно, для меня было очень большой радостью, что я вот все-таки в команде. В Москве сибирячки победили ЦСКА. По условиям суперфинала им нужна была еще одна победа. Всего одна. У себя дома. Но и москвички жаждали реванша. Соперники были достойны друг друга. Тренер «Динамо» Леонид Александрович Ячменев и член молодежной сборной страны Лена Худашова. И я счастлива, что вот она сейчас в спорте, конечно. Она нашла себя. Она нашла себя. Я вижу, что сейчас вот три года, как вот я без нее вот ровно три года. Но я вижу, что она и возмужала, и так как-то и похорошела. И, в общем-то, она сейчас даже, вы знаете, раньше она стеснялась вот идти даже. А сейчас она идет так гордо, вот так идут девчонки все, прям смотришь на них. Так красиво, так это вот действительно вот русская, вот женщина, прям вот женственная вот эта. И говорю, и хорошо, что вы сибирячки. И хорошо, что вы в этой команде. Вы же посмотрите. Но, наверное, нет больше нигде таких девчонок, как вот в нашей команде. Центровой игрок сибирячек Елена Капуцкая, ее номер 12. Тренер-динамовок воспитал баскетболистку высокого класса. Всего четыре года в команде Лю Бороцко. Спортивный характер. Что это такое? Ну, это вот воля на площадке, воля на тренировке. Правда, бытует такое тренировочный игрок, но это очень неприятно, когда узнаешь, что к этому разряду относишься. А что больше нравится, игра или тренировка? Конечно, тренировки. Там полная раскованность. Играешь то, что именно можешь, то, что где-то экспериментируешь. А на площадке выходишь, там борьба, там тяжело, там боишься сделать эту ошибку, потому что все команде, все для команды. И все во вредка или в пользу. Не шалка, не волк, а в защите плохо мы играем. Вот сейчас мы играем плохо в защите, поэтому у нас так, мы забиваем, они нам забивают, мы забиваем, они забивают. Не отрыв, у нас ничего нет защита. Понимаете, почему? Потому что мы в защите плохо играем. Валя, не мечись там в защите. Мечишься, панику эту создаешь. Все, пошли. Встреча равных. Чаша весов склоняется то в одну, то в другую сторону. Игра есть игра. Не раз в ходе чемпионата вела за собой сибирячек Галина Кожевникова, ветераны, признанный лидер команды. Таких, как она, называют стержневыми игроками. Галина Кожевникова, душа и совесть коллектива. Специалисты считают, что в Динамо нет звезд. Силы ее в сплоченности, в коллективной игре. А ведь наша команда самая молодая в высшей лиге. Лена! Лена! Ее, Лена! Нельзя бросать! Юрку, нельзя такие ошибки делать! Ну, девчонки, ошибок много! Заганом! Нервничают тренеры. Клуб ЦСКА, обладатель кубка Ранкетти, престижного кубка европейского баскетбола. В решающем матче их закалка в труднейших международных поединках сказала свое слово. Как не хватало такого опыта сибирячкам. Обостряй, обостряй! Как не старались девушки в последнем матче суперфинала, им не везло. В советском женском баскетболе появился новый чемпион. ЦСКА. А сибирячки. Впервые став серебряными призерами, испытали в первые минуты больше горечи, чем радость. Игра. Парадоксы спорта. Может быть, больше других переживала капитан «Динамо» Ирина Левченко. Ну что, устала? Честно говоря, да. Хочется отдохнуть. Вообще, вот сезон трудный. Да. Ну, сезон был очень трудный для нас. Весь чемпионат лидировали, и просто в конце, мне кажется, не хватило нам действительно какого-то везения. Может быть, тут, я так уже думаю, может быть и моя вина. Да, наверняка моя вина, как капитана. Что я, именно что-то, надо было ли игру на себя брать, или девчонок как-то завести. Ну, действительно, просто растерялась. Вдруг вот просто уверенности не стало. Я вот как-то, не знаю, себя сейчас, я не могу представить себя вне команды. Я живу этим. Если чисто по-житейски, так, по-человечески, у меня много подруг в команде. Именно настоящих. Я знаю, что такое дружба. Это, наверное, все-таки тоже важно. А если по-спортивному, ну, так сказать, если перефразировать слова, то баскетбол – это жизнь, целая жизнь немного больше. Спорт – это испытание не только мастерства, но и характеров. Потому он дарит нам сенсации, непредсказуемость поединков. Увлекательные спектакли баскетбольных игр держали зрителей в напряжении до самого финала. Я всю жизнь мечтаю работать с мужчинами. А почему все же с женщинами? А потому что, видимо, никто не хочет. Трудно, говорят. Ну, вы знаете, Настя говорит серьезно, в трудностях, видимо, своя прелесть. И своя есть прелесть. Почему? Потому что в женском баскетболе значение тренера как личности более существенно даже, чем мужчин. Потому что в мужчинах каждый мужчина в какой-то степени личность. А у женщин вот именно работа вот с этими характерами, она заходяет именно мужской характер. Конкретно меня. Вот это состояние недовольства, состояние недовольства, оно, так сказать, обнадеживает нас именно в том, что мы будем играть и дальше точно. Да. Но сказать, что лучше намного трудно сказать. А вот сказать, что будем играть психологически, будем готовы к новому чемпионату, я думаю, да. Впереди у «Динамовок» новый чемпионат, международные матчи на Кубок Рокетти. Успехов тебе, сибирская команда. Успехов тебе, сибирская команда.